Представители транспортной компании и администрации округа провели совместный рейд. Цель – исследование пассажиропотока на маршруте, который соединяет микрорайон самолет, станцию метро Некрасовка и железнодорожную станцию Люберцы-1. Что выявлено в ходе рейда и какие решения будут приняты по его итогам – об этом в материале моих коллег. Утренний час пик. На остановке общественного транспорта на улице Вертолетная выстраивается длинная очередь. – Фиксируем протяженность очереди, чтобы не превышало более 15-20 человек в ожидании 5-8 минут в направлении метро, в направлении станции Люберцы. Место проведения рейда выбрано неспроста. На остановочном пункте наибольшая концентрация пассажиров. Участники рейда фиксируют обстановку, общаются с люберчанами, которые пользуются маршрутом. По данному обследованию зафиксировано интервальное движение не более 8 минут транспортных средств. Значит, весь пассажирпоток на данном маршруте вывозится с данного района в штатном режиме. Маршрут номер 1230 обслуживает 33 автобуса малого класса и два среднего. На зимний период число транспортных средств увеличили на 6. Постоянно много народу, постоянно маршрутки не своевременно приходят и, соответственно, никак невозможно уехать утром, особенно в зимнее время. Не хватает более расширенной дороги, так как даже если есть маршрутки, из-за того, что всего одна полоса, оно получается все пробки здесь. Маршрутки очень редко ходят, очень много людей. Минут через 20 отсюда уже будет не уехать. Представители компании-перевозчика отмечают, пассажиры предпочитают пользоваться маршрутками, при этом автобусы ходят полупустые. Поэтому по итогам рейда будет принято решение об увеличении транспортных средств на маршруте или изменении их класса вместимости. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова